Всем привет! Меня зовут Ольга Алексеева, я искусствовед, проводник в мир современного искусства, и вы на канале Tarila Art. Мне кажется, что каждый человек в своей жизни, пусть даже далекий от искусства, слышал эти названия хотя бы раз. Это Sotheby's и Christis. Эти крупнейшие аукционные дома известны на весь мир своей богатой и длительной историей, шикарной подборкой лотов и рекордными ценами на проданное искусство, и не только. Большое количество от объема всего рынка, примерно 90% продаж, антиквариата и также предметов элитарных в мире искусства, совершается именно на этих двух аукционах. Но интересовались ли вы когда-нибудь, с чего все начиналось и какова история каждого из этих великих домов? Я вам сейчас все расскажу. В этом видео вас ждут не только истории взлетов и падений, но и расследования ФБР, а также продажи работ русских творцов. Я начну свой рассказ с аукциона Sotheby's по праву старейшего и крупнейшего. Sotheby's был основан в 1744 году и является крупнейшим аукционом с 80 офисами по всему миру и с оборотом более 7 миллиардов долларов в год. Его основателем был Сэмюэль Бейкер, который специализировался на продаже книг. В основном это были абсолютно обычные книги, но однажды ему в руки попалось очень ценное и необычное издание. По одной версии это было издание по искусству. Тогда Сэмюэль решил арендовать для продажи зал в одном из пабов. Подготовил каталог с полным списком всего, что он планировал реализовать в этот день. Эксперимент оказался удачным, все книги раскупили. Поэтому Бейкер сделал выездные продажи в пабе своей постоянной практикой в последующие 10 лет. Был один сдерживающий фактор роста его прибыли. Цены на книги были фиксированными, точно такими же, как и в магазинах. Тогда он решил рискнуть ради роста прибыли. Сэмюэль воспользовался голландской практикой проведения аукционов. Первые торги по принципу «кто больше» он провел в марте 1744 года. Лотом на них стала коллекция книг сэра Джона Стэнли, проданная за 800 фунтов стерлингов. Цена оказалась в тот день выше стартовой аж в три раза. Продажи росли, а книжные торги стали неотъемлемой частью жизни городской богемы. Поэтому Бейкер решил купить помещение в здании на Йорк-стрит в Ковент-Гардене. И это стало новым витком развития его дела. Покупателей стало так много, что Сэмюэль уже не справлялся в одиночку. И в 1767 году выбрал себе партнера, которым стал сын помощника епископа Джордж Ли. Мужчина был настоящим книжным знатоком. А еще благодаря ему аукционы получили девайс, который до сих пор остается их символом – табакерку и молоток из слоновой кости, с помощью которой и сообщали о продаже лота. Бейкер скончался в 1778 году. Поскольку прямых наследников у него не было, его доля в бизнесе пришла по наследству племяннику Джону Содби. А фирма, естественно, стала называться Содбис. В то время в Лондоне уже был еще один крупный игрок, и это был аукционный дом Кристис. Примечательно, что его создали на 20 лет позже аукционного дома Содбис в 1766 году. Кристис продавал предметы роскоши, а через Содбис проходили ценные букинистические издания, в том числе из библиотек герцогов Йоркского, Букингемского, Наполеона, книги, которые он брал на остров Святой Елены и еще много чего интересного. Но про Кристис отдельно мы с вами поговорим в следующем выпуске. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить. В 1909 году владельцем компании стал член парламента Монтагю Барлоу, бизнесмены Феликс Уарр и Джеффри Хобсон. С того момента аукционный дом Содбис стал продавать картины, медали, монеты и другой антиквариат. Но все-таки его фокус по-прежнему был сосредоточен именно на книгах. После окончания Первой мировой войны у Содбис начались жаркие времена. Владельцы загородных особняков решили продавать свои имения и свои антикварные коллекции через аукционы. И это еще больше обострило конкуренцию с Кристис. Чтобы выиграть борьбу, Барлоу решил сократить комиссию. С 12,5% до 7,5%. В 1917 году компания переехала в новое здание на улицу Нью Бонд, 34, дробь 35. Раньше там была расположена мастерская господина Гюстава Доре. На входе установили статую египетской богини Сихмет из Базальта, который стал эмблемой дома. Питер Уилсон, человек, с которым связана самая яркая веха эпохи Содбис, возглавила его в 1936 году. С 1946 по 1950 года объем продаж дома вырос с 1,5 до 6 миллионов фунтов стерлингов в год. Уилсон быстрее своих конкурентов понял, какую перспективу таит в себе зарубежный рынок искусства. И в 1955 году он открывает первое зарубежное представительство аукциона Содбис в Нью-Йорке. С его легкой руки и тяжелой бизнес-хватки Содбис продал работы импрессионистов и современных художников, впервые привлекших к ним внимание и сделав очень дорогостоящими лотами. Никто не мог и подумать, что продажа коллекции картин в 1958 году, написанных импрессионистом Якобом Гольдшмиттом, станет столь знаковым событием. В Лондоне впервые продавались работы из Америки. Семь полотен продали за 20 минут. Выручка составила 781 тысячу стерлингов, и это был рекорд по тем временам. А затем началось международное развитие Содбис. Питер Уилсон создал сеть отделения аукциона в Париже, Лос-Анджелесе, Флоренции и Цюрихе, а также в Торонто, Мельбурне и Мюнхене. А дальше они появились в Йоханнесбурге, Эдинбурге и Хьюстоне. В 1964 году он купил в Нью-Йорке самую крупную антикварную фирму, которая называлась Парк Берне, а после этого провел несколько очень успешных аукционов, определивших новый уровень цен на живопись. Развитие бизнеса в США было связано не только с амбициями Содбис, но и с тем, что налоги на продажу старинных полотен там были намного ниже, чем в Англии. Сложное для аукционного дома время началось в 1974 году. В Великобритании сильно выросла инфляция, поэтому комиссия, которую взимали с продавцов, снизилась с 15% до 10%. И даже при больших оборотах торги приносили очень скромную прибыль, в то время как расходы Содбис были очень высокими. Чтобы исправить ситуацию, аукционный дом в 1975 году вел комиссию с покупателей, и именно это стабилизировало выручку. В 1983 году контрольный пакет акций компании выкупил американский бизнесмен Альфред Таубман. Он был владельцем международной сети супермолов Таубман Сентерс. Под его управлением в 80-е годы доход Содбис стал расти. Следующий спад случился в 1991 году, поскольку из-за кризиса, разразившегося в результате войны в Персидском заливе, спрос на предметы современного искусства упал. Ситуация улучшилась к 1993 году. В 1998 году на торгах Содбис была представлена коллекция герцогов виндзорских, общая сумма которых составила 34 миллиона долларов. Расскажу вам интересный факт, о котором большинство точно не знает, а именно об антимонопольном скандале, который случился в начале 2000 года. После продажи Содбис Таубману аукционный дом Кристис попытался вытеснить конкурента с рынка. Делал он это путем снижения тарифов на услуги. К 1993 году выручка Содбис снизилась более чем на 50%. В 1993 году на пост руководителя Кристис пришел Энтони Теннет. Ранее он работал в пивной компании Гиннес. Таубман и Теннет договорились о фиксировании тарифов на услуги, что не является преступлением по закону Великобритании, но считается преступлением по законам США, где Содбис получал большую часть своей выручки. О неформальных договоренностях знали только Таубман и Теннет, и также Сео Кристис и Содбис. В начале 2000 года ФБР начало расследование деятельности аукционных домов. В декабре 2001 года Таубман был признан виновным в организации преступного сговора. Он был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения. Генеральный директор Содбис Диана Брукс была приговорена к трем месяцам домашнего ареста и штрафу суммой в 350 тысяч долларов. А еще стоит упомянуть о том, что в ноябре 1999 года Содбис совместно с Амазон выпустил онлайн-аукцион. Аукционный дом обеспечивал экспертизу и подлинность товаров, а Амазон – удобную доставку и оплату. Предстоятельство Содбис в России открылось в Москве в 2007 году. В 2008 году на аукционе Содбис случился абсолютный ценовой рекорд. Полотно «Супрематическая композиция» авторства Казимира Малевича продали за 60 миллионов долларов. В 2019 году Содбис купил французский бизнесмен Патрик Драй примерно за 3,5 миллиарда долларов. Совокупные продажи дома Содбис в 2020 году составили более 5 миллиардов долларов. В 2021 году показатели составили более 7 миллиардов долларов, и это стало абсолютным рекордом за всю историю компании. Сейчас на торгах представлены не только букинистические издания, антиквариаты и произведения искусства. Сейчас на торгах можно также купить уникальные предметы роскоши, такие как винтажные часы, сумки от Эрмес, вина и эксклюзивные ювелирные украшения. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить вторую часть этого выпуска. Там я буду рассказывать уже про аукционный дом Кристис. А что вы знаете о Содбис? Поделитесь в комментариях. В мире искусства практически каждая история способна удивить и даже шокировать, согласны? Чтобы я знала, что вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал Тарила Арт, и давайте узнавать мир современного искусства вместе!